Про таких говорят. Женщина эпоха, женщина легенда. В Государственном архиве Ивановской области открылась выставка к 80-летию Зои Павловны Пуховой. До этого дня, когда поздравить с юбилеем известную текстильщицу собрались родственники, политики и друзья, она сама не дожила чуть больше полугода, не стала Зои Павловной в январе 2016-го. А в наследство всем ивановцам остались документы и фотографии, которые рассказывают о ее трудовом подвиге. Это была необыкновенная женщина-легенда. Прямо женщина-талант, просто можно ее назвать. Она прошла путь от рядовой ткачихи до государственного деятеля. С 1973 по 1985 год Зоя Павловна Пухова являлась директором фабрики 8 марта. Предприятие было признано лучшим в стране. Затем ей была предложена должность председателя обл. исполкома. И вот любопытный документ. Бюро горкома КПСС постановляет принять предложение Октябрьского райкома КПСС об освобождении товарища Пуховой от должности директора фабрики 8 марта в связи с переходом на большую работу. О том, что Зоя Павловна не боялась большой работы с юности, рассказывает и сын Николай. Работали они на фабрике Балашова в три смены. И вот один раз, мама ее жила в деревне, где моя бабушка, где мама родилась. И как-то тут мама рассказывала, что ей было лет 16 или 17, была сильная пруга, и она 50 километров шла пешком. Транспорт не ходил, лошадей тоже не было, все было занесено. Зоя Павловна Пухова – герой социалистического труда, лауреат Госпремии СССР, председатель Комитета советских женщин. Она много ездила по стране и много чего видела за свою жизнь. Но близкие рассказывают, что особенно дорого ее сердцу было звание почетного гражданина Иванова, которое она получила еще в 1971 году. Администрация областного центра обещает установить мемориальную доску в память о землячке-текстильщице, а также проработать вопрос о наименовании улицы в ее честь. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.